В чем же проблемы включения российских публикаций в Кахрейновские систематические обзоры? Ну, скажем так, наверное, большинство из вас знает о том, что у нас есть некоторые проблемы с тем, что наши публикации, когда ты смотришь систематические обзоры, то наших публикаций не так много в этих систематических обзорах. Если посмотреть регистры, которые у нас делают, о чем только что говорила Лилия Евгеньевна, я хотела просто добавить несколько слов со своей точки зрения. Я как статистик по своей исходной направлению своей деятельности, фармаколог и статистик, я хочу сказать, что проблема российских регистров не только регистра клинических исследований, но и проблема любых регистров в том, что они не проверяются. Люди вносят информацию и ее не обуверяют. И как бы недостаточно, и дальше я скажу, что есть некоторые вещи, которые не вносятся в эти регистры, не вносятся в клинические испытания и в исследования. Большей частью я буду говорить о публикациях, которые не касаются публикаций, идущих от фармфирм, потому что у них есть свои небольшие закономерности. Мы будем говорить о так называемом, больше это будет касаться так называемых исследованиях, которые инициируются исследователями, потому что эти тоже исследования, и мне хотелось бы, чтобы они включались в это анализ. И еще один вопрос. Даже если вы увидите исследование, внесенное в международную базу данных, оно внесено туда, то это не гарантирует, что это исследование проведено хорошо. Это не гарантия, потому что это заявительный характер у всех исследований. И вот совсем недавно у меня был большой спор, когда Минздрав отказал товарищам в проведении исследований вообще регистрации их в эту самую, потому что они ссылались на то, что в Clinical Trials.gov в Америке в реестре их есть исследование. Причем не в публикациях, а именно в реестре оно есть. И там даже есть какие-то некоторые данные по результатам. Но это не доказательство, потому что это носит заявительный характер исследований. Необязательный. В российском реестре это тоже недостаточная информация для того, чтобы делать какие-то выводы о результатах. И здесь вот надо подумать. Соответственно, напомню, что систематический обзор – это непростой обзор. Любой систематический обзор. Это применение научной методики, которая ограничивает смещение. Еще раз хочу поправить. Кто знает, что такое термин «смещение»? Все знают? Не так много народу знают. Смещение – это систематическая ошибка. То есть сдвиг результата в какую-то отдельную специфическую сторону. То есть это вот как бы некоторый сдвиг от реальности, скажем так. И, соответственно, в некоторых учебниках написано, что метаанализ является систематическим обзором, который включает систематические методы объединения, математические и статистические методы объединения, суммирование результатов нескольких отдельных исследований. На самом деле, конечно, это началось в России, ну не в России, в медицине систематических обзоров, но на самом деле у нас с вами есть вот такая вот схема. Она как бы наиболее реальна. Это у нас есть просто. Мы все с вами писали обзоры, но не все обзоры являются систематическими. Хорошо, когда систематический обзор содержит метаанализ. Но метаанализ не является систематическим обзором, потому что он может входить в метаанализ, он может существовать как отдельная публикация. И отдельная публикация метаанализ – это вы можете даже свои несколько отдельных исследований объединить в общую рамку, и это будет метаанализ. Использовать этот статистический метод, и вы получите свой метаанализ. Это будет метаанализ, но не систематический обзор. Что же нам мешает с вами? Я буду говорить о метаанализе. Почему? Потому что в первую очередь в систематическом обзоре мы объединяем информацию и метаанализ. Для того, чтобы включить наши статьи, очень жесткие требования – это к включению в метаанализ. И поэтому больше проблем с метаанализом. Но давайте посмотрим по ключевому слову метаанализ научно-электронной библиотеки в 2015 году. У нас было 151-х статей на русском языке, из которых 35 – немедицинские, 15 – тезисы, авторефераты. Ну вот видите, да? И русскоязычных статей практически нет. Даже в русских метаанализах. Значит, 16-18 год. Ну, в принципе, картина тоже та же самая. В большинстве метаанализов, в большинстве публикаций и, между прочим, систематических обзоров тоже. Если вы ведете систематический обзор на русском языке, то это будет либо перевод систематического обзора, который перевели на русский язык, либо какой-то систематический обзор, в котором нет ни одной русской публикации. Это сложно. В чем же проблема включения российских медицинских публикаций в систематические обзоры и метаанализы? И я начну не со статистики. Если вы ожидали, что я буду говорить о статистике, я немножечко скажу не о статистике. Значит, ну, единичные, не все российские биомедицинские журналы включаются в международные базы данных. Ну, это мы все с вами знаем. Но сейчас это расширяется, движется все больше и больше. Есть проблемы для включения. Во-первых, это стоит денег. Есть Google Академия, но там ресурс меньше, и к нему обращаются и рекомендуется она к научной общественности. Но, в принципе, там больше русских статей. Туда даже попадают какие-то российские тезисы. А вот еще одна причина, о которой я говорю достаточно часто. Международные люди, которые составляют систематические обзоры, они руками журналы не просматривают. Они пользуются специальными системами, так называемыми референс-менеджерами. Их много, этих систем референс-менеджеров, поисковиков, которые разыскивают, из интернета берут информацию, и затем формируется у вас на компьютере или в интернете база данных, которую можно автоматически вставлять в публикации, прямо формируя списки литературы. То есть это такой ресурс, который помогает любым исследователям. И каждый уважающий себя ученый имеет этот ресурс. Системы позволяют информацию в интернете создавать свою базу данных, взаимодействовать с офисными программами, и большинство международных интернет-сайтов имеют возможность выгрузки своей информации в эти цитейшн-менеджеры. Ну вот, например, такой вот журнал. Я не смотрела кардиологически, видите, но это практически во всех журналах есть. Вот есть такая сносочка, нерезко. Это написано «Download to the Reference Manager». Цитейшн-менеджер. И вы нажимаете и уходите вот в такой вот показатель, где дается список, в какие цитейшн-менеджеры можно выгрузить данную публикацию. Она выгружает основные библиографические характеристики. Вам не надо вручную вставлять номера страниц, номера томов, названия и так далее. То есть это все делается автоматически. Есть хорошая вещь, которая в России… Все эти цитейшн-менеджеры имеют проблемы. Во всяком случае, те, которые я смотрела, я не все просмотрела, честно скажу. Но большинство из них, конечно, имеют проблемы с русским языком. Это первое. Есть такой цитейшн-менеджер, который бесплатный, который хорошо взаимодействует, развивается очень быстро, который даже превращается в какую-то поисковую систему такую большую на основе Эльзивир. Издательство его создало. Даже я не знаю, сейчас это уже Эльзивир, это не издательство, это какая-то такая огромная махина. Это называется Менделей. И здесь вот вы видите, буковка на красном фоне – М. Она встраивается в ваш браузер. И уже нажав на эту кнопочку, найденную статью, можно автоматически поместить в свой цитейшн-менеджер. Значит, вот, видите, я нажала, вышло вот такое окошко, у меня есть этот цитейшн-менеджер, и он говорит загрузить, загрузить. Если есть PDF-файл в открытом доступе, он автоматически его тоже загрузит в этот цитейшн-менеджер. Целиком всю статью, если она есть. Это хорошо. Что же с российскими журналами? А у российских журналов такой функции нет. Российские журналы, более того, российские журналы внутри себя, в файлах, которые относятся к конкретным статьям, не прописывают библиографические характеристики. Даже статьи есть, PDF-формы есть, а библиографические характеристики, которые заложены внутри описания файла. Их нет. И, соответственно, а некоторые журналы публикуют, извините меня, до сих пор PDF-формы целиком журнала, не деля их на отдельной статье. И поэтому, если вы хотите загрузить, вам нужно загрузить, извините, всю, и при этом еще найти там ту статью, которая вам нужна, внутри вот этой большой PDF-формы. И, соответственно, они очень плохо, эти PDF-формы обрабатываются поисковиками, потому что, извините, поисковики работают с ключевыми словами, а ключевых слов там нет. Да, вот в описании этих файлов. И, соответственно, поисковики их не находят. Вот, пожалуйста, открываю российский журнал, достаточно приличный, кардиология, и, пожалуйста, нет информации. Ну, нет. Вот, пожалуйста, журнал тоже хороший, который цитируется во всех международных, и в ПАБ-меде, и так далее. Он очень приличный медико-биологический журнал, бюллетени экспериментальными. Но здесь, извините меня, PDF-форма всего журнала от начала до конца, без деления на страницы. Я думала, что это было в 2015 году. Извините, в 2019-м то же самое. Никаких шагов вперед нет. И лайбреры. Ну, хорошо. В ПАБ-меде я тоже могу сделать, выгрузить в citation-менеджер. В лайбрере я этого сделать не могу. Хотя это такая же система, достаточно хорошо развитая. Более того, очень интересно, если там есть даже какие-то попытки, то вот у меня очень интересно, русская статья, выносится информация, какие-то китайские термины. Хотя ссылка URL остается правильная. Ну, в общем, и проблема там, название статьи какие-то там китайские, я не знаю что, но, в общем, близкого к тому, что это вот моя статья, которую я, значит, написала, ее даже нет, кроме самого цифра. Это, конечно, не самое главное, но это очень облегчает работу исследователей. Секундочку, сейчас я быстренько. Качество публикации. А теперь уже вернемся к тому, что уже всегда есть. Некачественные работы. Статистика плохая в большинстве случаев. Низкий дизайн. Я не говорю о специальных фармацевтических компаниях. Отсутствие адекватного контроля, нестандартизированные конечные точки. И вот это очень важно. У нас классные журналы, они делают один, одну, значит, одни делают великолепную работу, но у них свои конечные точки, другие делают великолепную работу, но у них другие конечные точки, а в результате эти конечные точки нельзя объединить. Метаанализ работает по конкретным конечным точкам. И, соответственно, простите, но это необходимо разрабатывать. И, между прочим, международные ассоциации и вот на сайте FDA есть рекомендованные конкретные точки для конкретных нозологий. И суррогатные утвержденные, и твердые конечные точки. Но наши российские публикации работают, кто в лес под дрова, кто со своими какими-то придуманными конечными точками, кто, значит, очень смешно, иногда берешь русский препарат, русские статьи, и сложить их нельзя. Потому что просто-напросто не находишь две одинаковые конечные точки. Я заканчиваю. В общем, это вот статистический анализ. Простите, до сих пор есть статьи, в которых просто не указывается, что у нас стоит за плюс-минусом. Стандартное отклонение или ошибка среднего. Ну, самое простое. А когда ты пишешь автору, автор на это не отвечает. Ну, у меня... А? Да, не знает. Кто-то за него обрабатывал, а он в статью не включил. Просто описание. Статья хорошая, великолепная. Но нельзя ее включить никуда, потому что, извините, непонятно, что там написано. Ладно. Извините, я выхожу за время. Это как бы мой такой крик души. И, может быть, мы с вами как-то начнем действовать и думать, задумываться о том, что когда мы с вами пишем статьи свои, пусть, значит, проблема журналов, а не проблема журналов. С ними тоже надо бороться. Но когда мы пишем с вами свои статьи, то давайте будем обращать внимание на то, чтобы использовать правильные, стандартные конечные точки, стандартные времена, хотя бы похожие на общие времена наблюдения. И, соответственно, правильно их описывать в статьях. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok